Здравствуйте! Очень часто нам задают вопрос, как вы добиваетесь наращивания такой шикарной корневой системы. И сегодня мы начнем наглядный опыт, который покажет, а что же реально отвечает за рост корней. У меня есть много таких вот деток, я их подготовлю, и у меня есть разные сорта, и вот я их сейчас наделяю. Вот у меня будут и такие деточки, и вот... В общем, я подготовлю детки стриптокарпусов, ну, в опыте у нас будут участвовать только стриптокарпусы. Я подготовил такие детки, значит, поскольку они все разные получились, я их отсортировал. Вот у меня семь самых больших, семь поменьше, семь еще меньше, и семь самых таких вот... Ну, маленьких, то есть, вот, если мы обратим внимание... И на каждый эксперимент, на каждую позицию у нас будет четыре детки. Значит, четыре детки мы посадим в субстрат, в теракульт. Почему в теракульт? У меня есть субстрат теракультовский, он очень-очень бедный. Мы его покупали именно для укоренения черенков. И он, ну, совершенно бедный по питанию. Следующую партию мы посадим в обычный наш субстрат, с которым мы работаем со всеми растениями. Третий вариант, это будет точно такой же наш субстрат, но мы его будем каждую неделю поливать вот таким вот стимулятором. Это Радифарм. Его многие рекомендуют. Мы его одно время тоже использовали. Четвертый вариант, мы будем использовать эндурилуксусную кислоту. Это гормон, который отвечает как бы за рост корней. Ну, в теории он используется для укоренения каких-то черенков, которые, ну, очень плохо дают корни. А также в культуре ткани. Ну, в общем, это гормон для корнеобразования. Дальше. Я слышал, что, читал, что многие вот рекомендуют для роста корней использовать фосфорные удобрения. Вот, мы, значит, четвертый, а, пятый вариант, это будет, мы каждую неделю будем удобрять фосфорным удобрением. Грамм на литр, все как, все как советуют. Шестой вариант, мы будем удобрять обычным универсальным удобрением, чтобы иметь какой-то контроль. И седьмой вариант, у нас есть еще один субстрат, тоже на основе верхового торфа, но он такой более питательный, чем тот, который мы используем вот обычно. Это стендер 420. И мы посмотрим, как вот в более питательном субстрате будет развиваться корневая. Ну, посадку я проведу уже не на камеру. Вот, я рассадил. Каждый столбец вот так вот. Это будет один опыт. Я их расставлю более просторно и думаю, что полтора месяца вот буду я за ними ухаживать, как я рассказал. И мы через полтора месяца, может быть, через два месяца я буду наблюдать за динамикой. И когда увижу, что вот явные уже есть различия, то есть корневая система уже будет просматриваться сквозь прозрачный стаканчик, тогда я уже сниму видео и мы с вами увидим, есть ли какие-то вообще различия.